канал финансовая жемчужина приветствует тебя уоррен баффет американский предприниматель один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов иногда создается впечатление что философия баффета существовала вечно но как ни странно до конца 90-х его имя было известно далеко не каждому первое телевизионное интервью богатейшего человека в мире состоялась только в 85 году когда ему было 55 лет и интересно то что баффет до сих пор остается верен основам своих инвестиционных стратегий которые он впервые озвучил еще 35 лет назад каким правилам инвестирования следует известнейший миллиардер почему они нетипичны и что советует уоррен баффет каждому начинающему инвестору об этом сегодня и я расскажу уоррен баффет говорит в инвестировании есть всего два правила первое заключается в том что нельзя терять деньги а второе не стоит забывать о первом правиле вот и все миллиардер имеет ввиду следующее вы не потеряете деньги только если приобретете активы стоимость которых намного ниже реальной бизнесмен считает что главными качествами которыми должен обладать инвестиционный менеджер это те качества которые характеризуют силу характера а не остроту ума в инвестиционном бизнесе вы не обязаны обладать невероятно высоким айкью заявляет баффет вашего айкью должно хватить лишь для того чтобы суметь добраться в нужную точку города но вовсе не обязательно уметь играть в трехмерные шахматы или превосходить всех в бридже уоррен верит в то что инвестиционный менеджер должен быть стойким и непоколебимым он должен уметь прислушиваться к словам окружающих но в то же время придерживаться собственной позиции поскольку инвестирование это не тот бизнес где нужно принимать решение на основе мнения большинства инвестирование это бизнес в котором нужно в первую очередь думать бизнесмен приводит в пример слова бена грэма своего учителя вы не можете считать свое мнение правильным или неправильным только потому что тысячи людей согласилась или наоборот не согласилась с вами вы правы если на вашей стороне факты рациональность и логика как и в начале своей карьеры так и сейчас методы инвестирования уоррена баффета отличаются от действий 90 процентов участников рынка сам бизнесмен объясняет это тем что большинство профессиональных инвесторов акцентируют свое внимание на том какую динамику покажут акции в течение следующего года или двух лет их методы мало понятны миллиардеру такие люди не рассматривают инвестирование как владение частью бизнеса компании чтобы понять являетесь ли вы настоящим стоимостным инвестором или нет спросите себя о том будет ли вас беспокоит ситуация при которой фондовый рынок завтра не откроется если вы сделали качественное вложение закрытие рынков пусть даже на пять лет не должно вас никак волновать безусловно баффет может обращать внимание на стоимость акций чтобы понимать не стала ли она слишком высокой или же слишком низкой но цена ничего не говорит ему о состоянии бизнеса компании миллиардер предпочел бы сначала самостоятельно оценить бизнес не зная ничего о стоимости бумаг чтобы затем сравнивать свою оценку с рыночной на самом деле в наше время появляется невероятное количество инвестиционных предложений от которых разбегаются глаза и важно не упустить момент воспользоваться самыми выгодными одно из таких предлагают профессиональные инвесторы из united traders о которых я рассказывал в предыдущем ролике если у тебя есть желание зарабатывать деньги тогда стоит обратить внимание на их инвестиционные идеи например медицинские услуги по подписке от американской компании one medical которые значительно упрощают процессы в сфере здравоохранения по прогнозам united traders рыночная стоимость one medical может достигнуть свыше двух с половиной миллиардов долларов после размещения на айпио а каждый инвестированный доллар принесет вам 90 процентов годовых важно помнить что любая инвестиция это риск но пропускать выгодные предложения тоже нельзя на платформе united traders всего за 15 минут можно открыть счет и начать инвестировать ссылку оставлю в описании 34 года назад уоррен баффет был абсолютно далек от уолл стрит тогда он продолжал заниматься делами своей родной амахи и объяснял это тем что там к счастью инвесторы не окружены толпой из 50 человек пытающихся сказать им что следует делать на уолл стрит инвесторы страдают от чрезмерной активности говорит уоррен они постоянно получают новую информацию и не могут сконцентрироваться на главном а это как известно не способствует получению большой доходности в долгосрочной перспективе в амахи миллиардер может сфокусироваться на реальной стоимости бизнеса компании он говорит что ему не нужно находиться в вашингтоне для того чтобы узнать цену издания вэшингтон пост равно как не нужно быть в нью-йорке чтобы понять реальную стоимость той или иной компании все просто главная суть заключается в интеллектуальном процессе как 34 года назад так и сейчас уоррен баффет говорит главное если вы чего-то не понимаете не стоит на это обращать внимание в своем первом интервью он заявлял что никогда не покупал акции технологических компаний потому что просто ничего в этом не понимает и это вполне разумный подход бизнесмен сравнивает это с игрой в бейсбол в мире инвестирования вы просто наблюдаете как вас летят мячи в виде акций us steel по 25 долларов а затем general motors по 68 но отбивать каждый из них не нужно особенно если вы плохо разбираетесь в подачах вы можете пропустить тысячи мячей а затем увидите тот самый единственно верный мяч который следует отбить и бизнесмен иногда пропускает интересные предложения на протяжении полугода а то и двух лет такая тактика многих заставляет скучать а скука к сожалению большая проблема для большинства финансовых управляющих и их клиентов говорит миллиардер а через секунду я расскажу почему правила баффета на самом деле просты и в чем их залог успеха но перед этим напоминаю твой лайк под ролик самый большой стимул создавать новый контент уоррен баффет считает что его методы инвестирования на самом деле очень просты и именно по этой причине многие участники рынка не следует его философии большинство профессоров бизнес-школах учат своих студентов определять верную фазу рынка пытается им объяснить почему лучше покупать акции во вторник а продавать в пятницу зачем приобретать бумаги в годы президентских выборов почему акции небольших компаний лучше и так далее говорит баффет профессоры учат оперировать имеющимися данными а как говорил друг миллиардера для человека с молотком в руках все вокруг выглядит как гвоздь то есть как только вы узнаете больше о рынке вы стремитесь всеми способами применить свои знания на практике но все это не важно считает бизнесмен если бы уорна попросили бы стать частью той или иной компании ему было бы все равно когда сделать это во вторник в субботу или в день выборов когда предприниматель покупает компанию он думает вовсе не одни недели такая же философия справедливо и применительно к инвестированию ведь когда вы покупаете акцию вы покупаете часть бизнеса согласен ли ты с философии уоррена баффета расскажи в комментариях кого из успешных людей по твоему мнению можно считать гуру инвестирования не забудь поставь лайк этому ролику и подписаться на канал ведь так я буду точно знать что создаю контент не зря а на сегодня у меня все спасибо за просмотр а